Вечер в хату, зрители, и есть два стула. Один вот этот, на котором я сейчас сижу, а один вот там в углу. И не спрашивайте, я сам не знаю, зачем мне он там. А есть два других стула, и это игра в стиме, в которую мы сегодня будем играть. И сразу вот скажу, что я часто начинаю видеть комментарии в духе, типа, раньше было лучше, раньше он хотя бы играл в нормальные игры. Типа, там, Night in the Woods или что-то еще, там, другие, другие игры, в которые я раньше играл. Да, да, вы правы, раньше было лучше. Но тем не менее, усаживайтесь в свой стул поудобнее, и давайте играть. Вопрос, который никогда не давал мне заснуть по ночам, стану ли я петухом на зоне? Давайте, давайте узнаем ответ, окей. Новичок пожаловал, ну, развлечемся. Здравствуйте, товарищи, вечера в хату, пацаны, а ну себе развлеки, пес. Это что, Грудинин? Арестант от народа, ух. Мне еще нравится, какой у нас здесь модный вот этот вот брат... Это, это BadComedian, что ли? Евген, ты что здесь забыл? Я хотел заценить его носки, его вот этот тюремный стайл. Все в тюрьмах так ходят, да? А еще, судя по всему, здесь всего две кровати. На какой я спать буду, непонятно, видимо, вот в этой раковине. Ну, наверное, либо вечер в хату, либо а ну себе развлеки. Типа, мы такие на тестостероне сюда влетели, и вообще все такое. Мы здесь, мы здесь теперь хозяина, никакой Грудинин и Евген батиков нам не указ, поэтому а ну себе развлеки. Э, окей. Меня отпетушили? Четыре слова. Четыре слова мне хватило для того, чтобы меня отпетушили. Окей, видимо, вечер в хату, пацаны. Вечер в хату, в хату, есть два стула, на одном пике точеный, на другом хуи дроченый. На какой сядешь, на какой мать посадишь. Сяду на хуи дроченый, возьму пике точеный, срублю хуи дроченый, сам сяду и мать посажу. И вообще, ХЗ как-то о хуях не задумывался. То есть, эта вся игра, она просто будет состоять из загадок вот этих вот, которые на самом деле ни хрена не арестанты друг другу задают, а второклассники? Так это ж идеальный контент для моего канала. Ну, это классика, это знать, наверное, вилкой в глаз или в жопу раз. Окей, ты, я тоже вроде знаю, что-то я среди вас одноглазых не вижу, вилкой в глаз. Но глаза, они ж на всю жизнь, а это раз и все. Я каждый блядский раз, когда у меня на стримах этот вопрос задают, я каждый раз одно и то же отвечаю. Вот, вот не пиздите мне, вот не пиздите мне, что... Либо смотрите вот так. А ты упорный, да. А как тебе это? Жили-были два петуха, одного ебли до обеда, а другого после обеда. Кому было хуже? Ну, 12 часов одного, 12 часов другого. Им, по идее, одинаково должно быть. А ты у своего бати спроси. У кого уже тому и хуже? У кого уже... тому и хуже? Чё-то мне кажется, Грудинин совсем охуел такие вопросы задавать. У кого уже тому и хуже? Чё, блядь, это вообще должно значить? У кого уже тому и хуже? Но из всего этого наиболее тупым звучит вариант у кого уже тому и хуже. Поэтому, скорее всего, он, потому что все вот эти загадки, они на этом и строятся. Чем более тупой ответ, тем он более верный. Окей, я угадал. Да блэ, чё, чё-то он какой-то прошаренный. Может, блатной, сышь, э, ты по какой статье чалишься? 228, люблю пудрить носик. Я угнал машину и попался. Я невинный. Если скажем, что я невинный, то мы будем выглядеть как, типа, такой весь оленький цветочек, да? Наверное, как-то так это работает. А мы скажем, что мы угнали машину. Мы, короче, как Доминикто Рето. Я не помню, правда, угонял ли он тачки или нет. Вроде он как просто на них катался, но хер с ним. Я, короче, Вин Дизель, а ты всего лишь грудинин. Пошли нахуй, я угнал машину. Ну ладно, он, походу, нормчелик. Не будем его трогать. Ты победил, батя, тебе... Почему там не было написано батя? Почему? Почему? Почему мне показалось, что там был... Так, окей, это по Фрейду, что ли? А, то есть... Все? Это вся игра была? Вау. Ну, это лучшие 7 минут, которые я когда-либо потратил в своей жизни. Так, давайте просто посчитаем. Игра стоит 21 рубль сейчас, но по сути она стоит 30 рублей. 30 рублей делить на 7. 4 с чем-то, да? То есть за каждую минуту игры я заплатил по 4 рубля. Отличный симулятор возврата средств. Если у вас остались последние 30 рублей, и вы думаете, что купить буханку хлеба или эту игру, однозначно покупайте игру. Я объясню почему. Если вы пройдете эту игру, вы перестанете бояться тюрьмы, она станет для вас вторым домом, поэтому вы сможете просто пойти и украсть хлеб, колбасу и все, что вообще захотите. И если вас после этого посадят, вы войдете в хату опытным арестантом. Вас сразу запишут в блатные, на зоне вы будете жить лучше, чем на воле. Так что это однозначно лучшее вложение 30 рублей, которое можно только представить. Один обзор забавнее, чем вся игра в принципе. И только попробуйте сказать, что вы не ради таких видео подписывались на этот канал.